Я живу в чудесном городе земли, на улице свободы, улице свободы. Во все моря отсюда ходят каранты, и во все концы взыдают самолеты. Кто-то может поселиться там, где не важно кто ты, не важно кто ты, на улице свободы. Всероссийский день бега Кросснации сегодня, 16 сентября, проходит 84 субъектов Федерации. Наш район традиционно принимает участие в этом массовом легкоатлетическом празднике. Для всех спортсменов нашего региона соревнования в этом году являются довольно символичными. Ведь именно в этот день в столице Сибири проходят главные празднования 80-летия Новосибирской области. Я принимаю участие в Кросснации во второй раз. А вы занимаетесь каким-то видом спорта или просто бегаете? Я просто бегаю, я любитель спорта, люблю бегать. Сегодня погода, кстати, у нас благоприятная для того, чтобы состоялся Кросснации. Было бы пасмурно, наверное, меньше бы было народу, меньше бы приехало сельских участников. А так все здорово, погода хорошая, все, думаю, справятся со своей дистанцией. А как вы считаете, для чего нужны такие мероприятия, как Кросснации? Ну, это мероприятия, которые объединяют, в первую очередь, население нашего района, население всей страны, мероприятие все-таки всероссийское. Ну и просто развить спортивное движение среди населения. В школьные годы и в студенческие годы, да, легкая атлетика и волейбол. А какая, на ваш взгляд, самая благоприятная погода? Благоприятная погода, погода безветренная, теплая, но не жаркая. А как вы считаете, нужны ли такие мероприятия, как Кросснации? Конечно, сейчас вся страна радеет за здоровый образ жизни, собственно. Мы активно подключаемся, конечно, нужны. Спорт – это радость побед, спорт – это молодость слева, спорт – это вечный огонь жизни, спорт – это ярость года, спорт – это реющий класс. В какой раз вы принимаете участие в Кросснации? Как начался Кросснации, так мы принимаем. А вы занимаетесь каким-то определенным видом спорта или просто ради этого мероприятия бегаете? Ради этого мероприятия. А как вы считаете, какая самая благоприятная погода для этого мероприятия? Яркое солнце и нет дождя. Как сегодня? Да, да, да. А как вы считаете, нужны ли такие мероприятия, как Кросснации? Конечно, нужны. Я вообще считаю, что в нашем районе должны быть массовые мероприятия. Это интересно. Мне кажется, всем нравятся такие мероприятия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каким видом спорта вы занимаетесь или просто бегаете на мероприятиях? Качаюсь. Я занимаюсь всеми видами спорта. Я могу принять участие в любых соревнованиях. Мне как-то без разницы, какой вид соревнований. Я занимаюсь боксом. Отлично. А какая, на ваш взгляд, самая благоприятная погода для этих соревнований? Теплая, сухая. Нормальная. Хорошая. Солнечная. Чтобы вот сейчас вот эта погода, это самое то для пробежки. Ну, эта погода в самый раз как раз теплая. Ветерок дует. Ну, чтобы не уставать, нормально бежать. Все нормально. Хорошая погода. А как вы считаете, вообще нужны такие мероприятия, как Кросснации? Да, нужны, чтобы тебе было чем заняться, чтобы время не зря теряли. И это полезно для здоровья. Естественно, нужны. Чтобы заниматься спортом и бросить вредные привычки. Я думаю, да, нужно, чтобы быть здоровыми. Я думаю, что нужны для того, чтобы... Сейчас вот смотришь на всех людей, они все пришли для того, чтобы пробежаться, для того, чтобы показать, что Россия, она здоровая Россия. В какой раз вы принимаете участие в Кросснации? Ну, не считал. Всегда принимаю участие. 57 лет уже. И сколько проводится соревнование, постоянно принимаем участие в Лыжне России и в Кросснации. Какая, на ваш взгляд, самая благоприятная погода для этого мероприятия? Как бы прохладная погода. Похожа на нашу, на сегодняшнюю. То есть, солнечко светит, веселое настроение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Начало нового учебного года – это не только время пополнять свой багаж знаний в школе, но и задуматься о своих увлечениях. 24 сентября район Дома культуры вновь открыл свои двери для тех, кто хочет научиться петь, танцевать, рисовать, создавать мультфильмы и многому другому. Все, кто в этот день решил посетить район и Дом культуры Родина, с 11 часов могли полюбоваться выставкой ДПИ. Работы ждали посетителей в фойе первого этажа и в малом зале. С 11.20 до 14.00 проходили мастер-классы. Это значит, что у каждого была возможность выбрать занятие себе по душе. Например, любители мультфильмов могли посетить презентацию студии семейной мультипликации «Рыбакит». Видеокамеры, какие бы дорогие ни были, они иногда искажают цвета. Вот, допустим, в жизни мы видим, что вот куртка зеленая, а на экране она может получиться ближе к аквамариновому цвету. Нам это не нужно, поэтому мы возвращаем обратно этот цвет, такой, какой он должен быть. Ну, плюс еще есть восприятие такое. Вот, допустим, зеленый цвет на экране смотрится очень раздражающий для человеческого глаза. Вот почему мы смотрим голливудские блокбастеры, они все в цветокоррекции «Teal and Orange», то есть оранжевый и синий. Потому что оранжевый – это цвет кожи людей, ну, условно говоря, оранжевый. А синий – это тот цвет, который с экраном «Приятель главный». В то время как Виктория Евтушенко проводила мастер-класс по эстрадному вокалу, познать все прелести народного вокала могли те, кто посетил занятия Ольги Чужаевой. Декоративно-прикладному искусству обучала Оксана Никитина. Примечательно то, что этот мастер-класс с удовольствием посещали как дети, так и взрослые. На мастер-классе по ИЗО Мурат Чужаев рассказал о том, какие бывают кисточки и продемонстрировал свои работы и работы своих учеников. Чем отличается народный танец от современного, а третья позиция от пятой, можно было узнать на мастер-классе по хореографии, который провела Ирина Репкина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завершился день концертной программы коллективов Дома культуры Родины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА